Представим в наглядной форме, как сталкиваются ядра. Вот здесь в плоскости Х, З расходятся спектаторы, остатки ядер. И в центре осталась эллиптическая область, в которой находятся возбуждённые ядерные материи. Стрелочки синенькие показывают, как она распадается. Произведём так называемое фурье преобразования от пространственных координат Х, У, З к импульсным координатам. То есть оказывается, что в плоскости реакции, а именно в плоскости Х, З импульсы больше. Это получается потому, что этим частицам нужно преодолевать меньшее сопротивление среды. Вот мы видим, что по оси Х вещества меньше на пути частиц, чем по оси Y. Поэтому по оси Y движутся частицы, которые попадают к нам в аппаратуру, с меньшим импульсом. Вот это называется эллиптическое течение. Эллипсы здесь изображены и в пространственном изображении, и в импульсном изображении. И это замечательная переменная, которая характеризует динамику взаимодействия ядер. Что же получилось? Значит, мы характеризуем распределение по углу φ, как это было показано раньше, тремя членами. Первый член – изотропный, второй член называется прямой поток. А вот третий член – это характеризует эллиптическое течение частиц по отношению к плоскости реакции. И параметр V2, который там характеризует этот член, представлен на этих рисунках. Вот мы видим, что действительно он отличен от нуля, то есть течение не изотропное, а эллиптическое, будем называть. Здесь разные частицы, показаны опемизоны, камизоны, протоны, антипротоны, гипероны. Чем тяжелее частица, тем меньше эта величина при заданном поперечном импульсе. Это говорит о том, что жидкость, компоненты жидкости, портоны, движутся в ней с одинаковой скоростью. А чем тяжелее частица, тем при большем импульсе осуществляется большая ее эллиптичность. Вот это здесь видно и на правом, и на левом рисунке. Но картинка становится более прозрачной и более физичной, если мы по этим осям отложим не сам эллиптический поток В2, а поделим его на число кварков в данной частице. Мы знаем, что в мизонах их 2, кварк-антикварк, а в барионах их 3. Вот здесь это показано. И импульс тоже поделим. То есть мы переходим от адронов к портонам. То есть предполагаем, что у нас вся динамика определяется не движением конечных частиц, которые мы наблюдаем, а на самом деле на этом внутреннем, на внутренней стадии вся динамика характеризуется не конечными частицами, а тем, что было до того, а именно из чего они были сформированы, а именно из кварков и глионов. И вот если мы такое простенькое преобразование сделали с вами, перешли от адронов к портонам, то кривая В2, делённая на Н, стала универсальной. Это значит, что наша гипотеза о том, что в начальный период расширения материи она состояла из кварков и глионов. Ну вот такое замечательное открытие было сделано в середине 5-10 лет назад. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ